Я хочу рассказать вам об одном лайфхаке из моей школьной поры. И он же будет мастер-класс для Вероники. Веронике, я пишу это видео специально для тебя, для того, чтобы ты больше никогда не расстраивалась. Вероника маленькая девочка, ей 5 лет, маленькая, очень симпатичная. И недавно она получила задание от учителя нарисовать вазу с цветами. Ваза у неё не получилась, она очень сильно расстроилась, очень сильно плакала. И вот, чтобы не расстраиваться, я решила записать, Вероника, для тебя это видео и рассказать. Кстати, если этот ролик будут смотреть потомки или инопланетяне, сейчас на Земле идет эпидемия коронавируса. И все люди на Земле находятся в состоянии великого сидения дома. Никто никуда не выходит, занятия онлайн, обучение онлайн, работа онлайн. Когда я училась в школе, нас постоянно изводили всякими конкурсами и заданиями по самым разным поводам. Зима, весна, лето, осень, 8 марта, 23 февраля, день учителя, день мучителя, и чего только не придумывали. А времени на это, если честно, было очень мало, потому что было всего очень много интересного. Еще кружок по фото, еще нам петь охота, да и желания тоже особого не было. И вот тогда я придумала этот беспроигрышный креатив, которым я сейчас и хочу с тобой поделиться. Лучше взять масштаб побольше, формат. Идеально, если это будет лист ватмана. Но даже если это будет формат чуть больше обычного А4, уже хорошо. Я взяла А3. Краски поярче и кисть потолще. Корзина должна узнаваться. Чтобы она отличалась от горшка или таза, надо ее переплести. Рисуем корзину. И переплетаем ее. В корзине нужно нарисовать цветы. Теперь нужно понять, какое назначение этого конкретного рисунка, который мы делаем. Марьян, давай, твое задание. Вот для чего мы это рисуем? Какая у нас конкурс на тему? 1 мая. 1 мая. Праздник международной солидарности трудящихся. Это важно, потому что от этого будет зависеть выбор цветов. Потому что сами цветы не меняются. Итак, три крупных цветка. Какие цвета у тебя ассоциируются с 1 мая? Красный, желтый, оранжевый. Красный, желтый, оранжевый. Почему нет? Я бы только желтый заменила розовым, если ты не возражаешь. Красный, розовый, оранжевый и желтая серединка. Погуще краски, погуще краски. Теперь нам главное ее переплести корзину. Красный, прекрасный. Оранжевый такой. Делаем желтенькую серединку. Каждый цветочек должен получить желтенькую серединку. И, наконец, зеленый. В идеале, конечно, лучше дождаться, когда подсохнет один цвет, потом только начинать рисовать другим. Что-то зелененькое. Ну, то есть, что-то беленькое осталось. Все. Писонок готов. Каждый художник знает, что для того, чтобы картина была успешной, ей необходимо эффектное название. Наша картина для конкурса 1 мая. На ней три цветка. Красный, розовый и оранжевый. Назовем ее «Мир, труд, май». Но, как я сказала, этот креатив, он должен быть универсальным. Он должен подходить под любую тему конкурса. Я попрошу Марьяну дать мне любое произвольное задание. Для какого конкурса эта картина предназначена. А если тема конкурса «Осень»? Осень. Прекрасно. Отличная тема. Последние цветы лета. А 23 февраля? Букет для папы. А 8 марта? Букет для мамы. День учителя. Любимому учителю. А если тема про кота? Кот спрятался за картиной. А если это будет тема спорта? Букет победителю.